Привет на роботоп! Новая подборка случаев с животными готова. Возможно, такие сумасшедшие моменты ты увидишь первый раз в жизни. Жмите на колокольчик и начинаем! Ловкая и смелая лиса обнаружила на ветке дерева добычу беркута и решила украсть. После первой попытки ей удалось оторвать половину туши зайца, который был крепко закреплен на ветке хищной птицей. Дальше за зайцем вернулся и сам биркут, но почему-то не забрал с собой вторую половину. Лиса поняла, что надо действовать быстрее и, приложив усилия, утаскивает и вторую половину. А вы когда-нибудь видели, как спят олени зимой в тундре? Во время сильного снегопада и ветра их может заместить так, что будут видны только рога. Просто невероятно! Прямо возле своего дома случайный свидетель из Канады заснял охоту рыси за белкой. Большой дикой кошке несколько раз удалось догнать и укусить белку, но ей все время удавалось вырваться и убежать. Дальше съемка перенеслась уже за угол дома, где мы видим рысь с белкой в зубах. Очень зрелищная охота. Белоголовый орел принес в свое гнездо живую цаплю. Довольно взрослым птенцам теперь будет чем перекусить, но самое интересное впереди. Эта цапля оказалась еще тем актером. Притворяясь мертвой, она позволила птенцам довольно долго себя клевать, но чтобы обмануть всю семью орлов, требовалось время. Хитрая птица выжидала идеального момента, когда взрослый орел улетит из гнезда. Как только мама орел улетела, цапля сразу дала деру. Но получился у нее побег или нет, остается загадкой. Дальше удивительные, но очень странные кадры с печальным концом. Взрослый самец водяного козла гонится за молодым, вероятно они так просто играют. Молодой дурачок не замечает в воде ни бегемотов, ни крокодилов, которые кружат в воде поблизости. В какой-то момент взрослый самец подталкивает молодого в воду, где его тут же атакует крокодил. Зубастый хищник затаскивает свою добычу на середину озера, где на бедного козла нападает еще и бегемот. Очень глупая смерть. Глупая рысь взобралась на очень высокий электрический столб. Там она просидела очень долго. Наверняка кошка была слишком напугана, чтобы спускаться. Пришлось вызывать работника в электросети. При помощи специального транспорта и штанги работник заставил рысь спускаться самостоятельно. Предварительно с линии было снято напряжение, так что животному ничего не угрожало. Медленно метр за метром рысь удачно спустилась со своей ловушки. А вот и экстремальная сцена спасения оленей, которые были обнаружены в реке совершенно случайно. Олени во время своего сражения запутались рогами и, к сожалению, один из них был уже мертв. Наверняка он просто утонул в воде. Второму выжившему оленю тоже не сладко. С таким грузом на голове он долго точно не протянет. Чтобы помочь ему выбраться из беды, людям пришлось использовать подручные средства, а именно обычный топор. После нескольких точных ударов застрявший рог удалось сломать, так что выживший бедолага был спасен. В северном Китае волки часто охотятся на диких ослов. Эти ослы находятся под угрозой исчезновения, так что нападения волков стремительно приближают их к вымиранию. 42 тысячи живет в Монголии и всего 5 тысяч в Китае. При этом их численность уменьшается на 20% каждый год. Но, как видите, даже отбив осла от стаи, он остается для волков очень сложной добычей. Он будет долго убегать и сопротивляться, а также для защиты пускает в ход не только задние копыты, но и зубы. Но волки берут количеством, так что чаще всего у ослов нет шансов спастись. Дальше шокирующий момент от буйволов. Стадо отдыхало на каком-то болотистом водоеме, и одна из буйволис решила рожать прямо в воде. Глупая мамаша даже не соизволила выйти на берег. Жизнь новорожденного теленка висит на волоске. Он еще очень мал и слаб, чтобы подняться. Он просто может утонуть. Тупая мамаша в это время просто лежит и ничего не делает. Вскоре малыш просто утонул, а буйволица продолжила лежать в болоте, как жаба. Дальше смешной момент. Обезьяны где-то украли банку апельсиновой газировки. Большая обезьяна сразу разорвала ее и выпила все содержимое. Теперь очередь обезьянок поменьше, и одна из них принялась допивать и вылизывать остатки. Дальше играя на дереве, она надела себе банку на голову и снять больше не могла. Так обезьянка бегала несколько минут, и выглядит это очень смешно. Любопытные сородичи помогли снять банку с головы неудачницы, и она сразу побежала жаловаться маме. Задняя нога этого несчастного верблюда застряла между сухими ветками дерева. Процесс спасения был тревожным, так как у людей, которые пришли на помощь, был только нож. Рядом стоял другой верблюд, который явно переживал и ждал, когда освободят его сородича. В течение трех минут ногу удалось освободить, но сразу подняться животное не могло. Наверняка он пролежал там очень долго и был сильно истощен. Во время засухи, когда озера превращаются в мелкие лужи, гиены учатся ловить рыбу, как и многие другие африканские хищники. В этом деле они еще неопытны, но быстро соображают, как поймать скользких беззащитных сумиков. В ближайшие несколько дней их точно ждет только рыбная диета. А вот и невероятная сцена с кучей хорошо обученных охотничьих собак. Собак выпустили во двор, где им положили вкусную еду. Женщина-дрессировщик не позволяет никому из собак даже дотронуться к вкусному мясу. Вы только посмотрите, собаки стоят в линии, они лаяли, у них капают слюни, но никто не позволяет себе приблизиться к еде. Выглядит потрясающе. И вот долгожданная команда. Думаю, хватит всем. А эти сотни королевских диких стервятников ждут на кормежку. Зачем кормят этих птиц и почему они сами не охотятся, непонятно. Возможно, это какой-то период голода, но чтобы накормить стервятников, ушел целый прицеп мяса. Еда была уничтожена птицами за считанные минуты. Очень зрелищная сцена. А грифы, похоже, совсем ручные. Они совсем не боятся людей и их можно просто брать в руки. Да, во время рыбалки на щуку такое случается очень часто. Рыба покрупнее часто может атаковать ту, что поменьше. Особенно, когда она на крючке и движется неестественным образом. Но рыбак тут реально протормозил. Вместо того, чтобы попытаться поймать с очком сразу двух, он подождал, когда большая щука отцепится сама. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok